Морбиус получит премию, Райан Гослинг в Марвел, пачка слухов по киновселенным и отмена двух звезд. Привет, буискауты, с вами Кьюбайт. Я, к сожалению, часть своего чая уже отпил, так что если вы еще не заварили, заваривайте, накладывайте покушать. Все самое интересное из мира гиковских новостей за последнюю неделю. Впервые, по-моему, такое, что я реально через неделю выпускаю. Случается же чудо. А ко мне в руки попало еще одно чудо. Новый комикс из золотой коллекции Марвел от издательства Камильфо. Гражданская война. Это та самая сюжетная арка о конфликте между Тони Старком и Стивом Роджерсом, которая в 2006 году заставила читателей задаться вопросом «На чьей стороне ты?». А в 2016-м легла в основу фильма «Первый мститель. Противостояние», начавшего третью, самую успешную фазу киновселенной. Конфликт в первоисточнике возник из-за правительства США, которое решило, что люди со сверхспособностями должны раскрыть свои имена. Некоторые герои, как железный человек, согласились с законом, а другие во главе с Капитаном Америка выступили за свободу и тайну личности. Конфликт быстро вышел за пределы переговорных комнат и вылился в жестокое противостояние, в котором бывшие друзья и коллеги оказались по разную сторону баррикад. Эта уже культовая история вышла в золотой коллекции, в увеличенном формате, с лучшими переводами и дополнительными материалами. А для тех, кто хочет всех подробностей, целиком выпущена сопровождающая линейка, которая рассказывает о событии с разных точек зрения. Их можно читать в любом порядке, выбираете любимого героя или команду и читаете, как именно их затронула гражданская война. Вот, например, недавно вышли комиксы про Громовежцев, Людей Икс и Молодых Мстителей и Беглецов. Дерзайте по ссылкам в описании. Попробуйте сделать удивленное лицо, The Last of Us получит второй сезон. Смотря на рейтинги уже второй серии, которая бьет рекорды первой серии и процент людей, которые заинтересовали сериалом, он повышается. То есть вот скоро уже выходит третья серия. Кстати, вторую я посмотрел, а мне понравилось гораздо больше, чем первая. Она реально держит напряжение и прям любопытно смотреть все эти детали, отыскивать. Мне под прошлым роликом новостным, где я как раз высказался о первой серии, которая просто норм для меня была не вау, а нормальная серия. Вот, писали, поиграй в игру! Все дело в том, что я играл в игру и как бы, ну, мне было с чем сравнить. Вот, просто не было вау-эффекта. Я прочитал отзывы, думал, там что-то вообще невероятное. Но вторая серия прям реально классная. Так что, если вы еще не смотрели, бегом смотреть. The Last of Us того стоит. Ждем третью серию, посмотрим, как будет дальше развиваться. По поводу второго сезона. Вроде как, первый сезон должен охватить сразу целиком первую игру. И второй сезон, что логично, должен охватить вторую игру, которая уже тоже есть. Третьей игры пока еще нет, так что создатели могут что-то на будущее уже планировать, придумывать. Возможно, третьей игры никогда и не будет. Но посмотрим. Не нужно говорить никогда, никогда. Вот, по поводу еще второго сезона. Они могут показать сразу не вторую игру, а могут показать события между первой и второй игрой. То есть, немножко растянуть сюжет. И вполне это может случиться, потому что, ну, сериал популярный. Нужно как-то растягивать то, что уже есть. А пока придумывать наперед, на третий сезон, там, на третью игру, какие-то планы, какие-то идеи. Отмена проектов DC и планы Джеймса Ганна. Во-первых, HBO отменили сразу два сериала. Это «Титаны» и «Роковой патруль», он же «Дум патруль». «Дум патруль» я смотрел два сезона. Бросил почему-то на втором, не помню почему. «Титанов» тоже смотрел два сезона. Кстати, завершаться они оба на четвертых сезонах. То есть, я по два сезона и там, и там я пропустил. «Титаны» после первого... Ну, то есть, второй я досмотрел, я уже не хотел смотреть третий, потому что второй закончился каким-то трэшем. И зная, что будет в третьем, я там читал новости, я такой, не, спасибо. Вот, что-то меня интересовало, но в целом уже ко второму сезону я понял, что в целом проект мне уже не интересен. «Роковой патруль» же классный, то есть, он мне гораздо больше, чем «Титаны» понравились, так что могу посоветовать, если не смотрели, то смело бегите. Там Брэндон Фрейзер, который сейчас на луне хайпа, я рад за него. Он там играет одного из персонажей, хоть и в основном без лица, но тем не менее это Брэндон Фрейзер. Вот, сериал реально клёвый. И продюсеры сериалов уже знали, что отменят эти проекты, поэтому они подготовились, и финалы логичные у этих двух проектов, они будут к концу четвертого сезона. THR издание сообщает, что всё это из-за политики Джеймса Ганна, из-за того, что обновляется хенов вселенная. Джеймс Ганн же говорит, что «Ребята, я умываю руки, это было до меня, я здесь ни при чём, как бы они уже хотели их отменить». Как бы просто, видимо, так звёзды сошлись. Я уже рассказывал, Джеймс Ганн времени зря не теряет, он там написал какую-то треть сериала уже для DC, пока были новогодние праздники. Вот сейчас уже появились новости, что он встречался с Майклом Б. Джорданом по поводу какого-то проекта в DC. Возможно, как говорят инсайдеры и слухи, это сериал о статик-шоке. И в интернете я уже видел много разных картиночек, много разных постов в Твиттере о том, что «Джеймс Ганн, пожалуйста, не делай сейчас как в Marvel, попробуй взять лучшее у Marvel и исправить ошибки DC. Сначала не делай какие-то командные штуки, делай фильмы и сериалы о персонажах, которые уже известны аудитории, типа фильм о Супермене, фильм о Бэтмене, фильм о Чудо-женщине, фильм, там может быть, сериал о Зелёной Стреле и Канарейке, там сериал о статик-шоке, хотя это не особо-то известный персонаж, ну, по сравнению с Бэтменом, Суперменом и Зелёной Стрелой, например. И так далее, то есть постепенно идти, например, там, не знаю, лет пять займёт вот это становление, и только потом можно выпустить командный фильм «Лига справедливости», который не будет под руководством Зака Снайдера, очевидно, то есть это уже продолжение, наверное, нам не ждать. Ну, вот примерно такие штуки. Я, в принципе, с этим согласен. Тут уже Джейсон Момо поделился видео после встречи с руководством новым DC. Он там какой-то невероятно радостный, он эмоциональный, он там прыгает как ребёнок, о том, что у него всё классно и новое руководство — это просто супер. Видимо, он настолько действительно доволен. И тут как раз-таки уже складываются пазлы. Я в каких-то выпусках вот совсем недавно, в прошлом году, в конце декабря, по-моему, упоминал, что Джейсон Момо может сыграть Лоба. На это намекал сам Джеймс Ганн, он выкладывал арт с Лоба. Теперь, ну там, им часто уже дримкастили Джейсон Момо на Лоба, потому что он реально похож, и у него и харизма очень похожая, было бы круто видеть его в этой роли. И теперь уже сам Джейсон Момо в интервью Variety говорит, что «Слушайте, ну я играю Аквамена». Да, я играю Аквамена, но никто не запрещает мне сыграть какую-то ещё роль в DC. То есть уже постепенно они выкладывают вот эту дорожку к фильму о Лобе. Я надеюсь, что это так, а не какой-то другой персонаж, потому что Лоба ему реально идеально подходит. Но в любом случае, ждём анонсы от Джеймса Ганна. Сейчас уже 28 января, 31 день в январе. Я надеюсь, что Джеймс Ганн вот уже хотя бы в эти последние дни реально успеет, потому что вот пару дней назад, только в Твиттере я читал, он написал, типа, да, в январе всё будет, я никуда не... Ничего не меняется, январь всё остаётся, и он покажет несколько проектов из первой фазы, из первого года, и не знаю, как это ещё можно, из первой главы киновселенной DC. То есть это всего несколько фильмов. Очевидно, там будет Супермен, возможно, Лоба, так как они уже с Джейсоном Момо встретились, возможно, его как-то анонсируют. Может быть, третий сезон Миротворца что-то покажут, ну, типа, там, не знаю, расскажут, о чём он будет. Ну, какие-то такие штуки. Я не думаю, что это прям что-то глобальное, хотя где-то вот тут в сердце жду, что будет взрыв и бум, и DC встанет на волну хайпа на серфе. Даниэла Милтшор, которая играла «Крысолова 2» в «Отреть самоубийц» Джеймса Ганна. Она тоже выставила фотку с, очевидно, офиса DC, и она ведёт переговоры. И Джеймс Ганн уже заявил, что актёры, с которыми он работал в своих фильмах, они, возможно, появятся в киновселенной DC, как из Marvel, так и из DC, то есть из прошлых проектов. То есть мы вполне можем видеть кого-то из каста «Стражей Галактики», кого-то из каста «Отряда самоубийц» или Миротворца в новых проектах DC, в новых ролях. И мы только рады будем. Дженнифер Холланд и Марк Стронг, которые вам больше известны как Эмилия Харкорд и Доктор Сивана, Эмилия Харкорд была в Миротворце, и ещё в «Чёрном адаме», Доктор Сивана был в первом «Шазаме», появятся, по слухам, по слухам, спокойно, в сценах после титров «Шазама 2». «Шазама 2» мало кто ждёт, на самом деле, ну, хотя первый фильм мне, опять же, понравился. Я это совсем недавно в трейлере говорил, который вот вышел буквально вчера-позавчера. Они появятся и как-то затизерят что-то на будущее. То есть это уже намекает на то, что «Шазам» останется в обновлённой киновселенной. Непонятно, что там происходит, но «Доктор Сивана» был супер харизматичен, а Эмилия Харкорд, по слухам, будет такой версией DC-шной Ника Фьюри, которая будет потихоньку собирать команду. Мы её видели уже в «Миротворце», мы её видели в «Чёрном адаме», где она в целом примерно в такой роли и выступила. И вот теперь «Шазам 2». Посмотрим, что из этого выйдет. «Аватар 2» обогнал «Мстителей». В прошлом выпуске я упоминал, что «Война бесконечности» на пятом месте, «Аватар 2», «Путь воды» на втором... На шестом месте. Я уже прогнозирую куда-то дальше. И вот теперь он обогнал «Война бесконечности» на шестом, «Аватар. Путь воды» на пятом месте. Он уже свыше двух миллиардов собрал. Ну, Джеймс Кэмерон забирает деньги. Туда ему и дорога. Красавчик. Свежие материалы в сети появились по «Человеку Муравью 3 Квантомания». Во-первых, кадры, где почему-то Хэнк Пим выглядит как Старлорд уже постаревший, но это ладно, там, ну, много стилов появилось. Эмбарго на отзывы в социальных сетях спадет 7 февраля, прям заранее до премьеры. Это хороший знак. Хотя мы знаем, что там будут за отзывы. Классно! Это лучший фильм Марвел! Просто Марвел начинает разрывать, как в былые времена. И 14 февраля спадет эмбарго на рецензии, то есть от критиков, от журналистов, от изданий. Будет тоже любопытно почитать, что думают о «Квантомании». Но, конечно, нужно смотреть и решать самим, что там и как. Ну и показали много кадров в фичеретке и в ТВ-спотах. А, да, и Пол Рад заявил, что в «Квантомании» будет такая же резкая смена тона фильма, как было после «Тора 2» и «Тор Рагнарёк». То есть вот эта смена, когда был темный фильм, можно сказать, и в какую-то такую клоунаду, пост-иронию, что мне понравилось в «Торе 3», сразу скажу. Но здесь, видимо, будет наоборот, потому что первые два фильма были прям комедийные, а третий фильм как раз наоборот по тону выглядит мрачнее. Видимо, об этом говорит Пол Рад. Надеемся, что так, потому что Канг этого заслуживает. 24 апреля стартует CinemaCon 2023 года, где будут и Sony, и Disney, и Warner Bros., и Paramount, и все крупные студии. То есть можно вполне ждать уже в конце апреля. Трейлеры, ТВ-споты, какие-то фичуретки, дополнительные материалы по анонсированным фильмам, может быть, какие-то касты, еще новости, и, конечно же, анонсы фильмов, которые еще не анонсированы, что логично. По сообщениям источников, которые поставляют материалы для донов группы ВКонтакте, Qbyte подписывается, кстати, сообщают, что Sony прям готовится основательно к этому мероприятию, что-то будут показывать, что-то будут анонсировать. Возможно, это будет Человек-паук 4, который пора уже реально заанонсить. Нет пути давно уже вышел, собрал кассу, все ждут анонса, когда... Ну и очевидно, Человек-паук 4 будет. Том Холланд там подписан на контракты. Когда будет анонс, непонятно. Тем более, что про триквел Венома уже много говорят. И, кстати, о нем, возможно, и официально скажут, и может быть какое-то название, может быть еще какие-то детали самого сюжета фильма. Если верить тому же Даниэлю РПК, то триквел Венома стартует его съемки в июне этого года. То есть, ну, реально анонс уже должен состояться. Хотя официально анонсировали на каком-то мероприятии, я помню. Но прям для публики такого не было. Может быть, логотип подготовят, еще что-то. Будет круто. Кстати, забавно, я в прошлый выпуск это не включал, но еще тогда в группе ВКонтакте написали пост-редакторы о том, что для Человека-паука 4 с Томом Холландом готовится... Sony готовит бюджет, равный бюджету Нет пути домой. Но напомню, что в Нет пути домой вы вспомните, какой масштаб событий. Там и Доктор Стрэндж, и еще два паука из других вселенных, и злодей. Ну, то есть там масштаб мультивселенского такого размаха, фан-сервис. А Человек-паук 4, он будет, ну, гораздо ниже по масштабности. Это будет такой уличный фильм с приземленными злодеями. Но бюджет тот же. Это означает, что Sony готовится к фильму и, может быть, там что-то прям действительно интересное покажет в плане боевых сцен. Было бы круто, да, Sony? Так вот, эта новость разлетелась по западным источникам. Везде указывали группу ВКонтакте. Кьюбай, так что мы становимся популярными. Опять же, подписывайтесь на группу. По поводу отмены двух звезд. Я обычно такое в новости не вставляю, потому что отменяют часто кого-то, и можно вставлять почти в каждый выпуск. Но здесь две интересные личности. Одна хайпанула вот совсем недавно, другой известен уже очень давно, можно сказать. Первый это Перси Хайнс Уайт, который сыграл Ксавье Уэнсдей, одного из центральных персонажей, и, судя по финалу первого сезона, должен был во втором сезоне играть, одного из центральных персонажей продолжать. В общем, он там залетел на хайпе, его везде фортили. Это обожаемый персонаж девушек вообще в ТикТоке, на Ютубе, да везде только, где только можно. Короче, он стал звездой. И посыпались обвинения о том, что он домогался, устраивал вечеринки. Это было во времена его средней школы в Торонто, насколько я помню. Он закрыл соцсети после этого, там и переписки начали сливать, и фотки, и, короче, там на него сразу много обвинений, разные жертвы. Непонятно, что будет происходить. Конечно, решаться это будет все в суде. Прав он, не прав он, виноват, не виноват. Но вот сейчас уже как бы волну никуда не деть. Интересно, как из этого выкрутятся создатели сериала, потому что, ну, то есть, ну, вот я не знаю, то есть это персонаж, который вроде как взлетел, как и Джена Ортега, она, конечно, популярнее, но все же, один из центральных персонажей, его можно заменить, но все же это будет прям внушительная замена. Это как почти главного персонажа поменять. Интересно, как из этого выкрутятся, и что будет дальше с судьбой актера. Следующая ситуация касается Джастина Ройланда, известного по созданию Рика и Морти. То есть, он вообще автор этой идеи. Еще сто лет назад он выпустил такой нарисованный скетчик, который пародировал «Назад в будущее». То есть, вообще, Рика и Морти — это пародия на «Назад в будущее». Я думаю, всем это и так известно. И потом это вылилось уже в отдельный сериал, который сейчас там продлевает. Он все еще успешен. Я, к сожалению, сейчас его не смотрю, но когда я его смотрел, он мне нравился. То есть, надо бы возобновить, надо посмотреть, что там и как происходит. Тем не менее, Джастин Ройланд не только создатель Рика и Морти, но он еще и озвучивал и Рика, и Морти, и еще персонажей. То есть, ну, это, по сути, такой главный актер, можно сказать. То есть, если у нас Сындук озвучивает персонажей, то там озвучивает Джастин Ройланд, создатель этих же персонажей. Его обвинили в домашнем насилии, возможно, в неприличном общении с несовершеннолетней фанаткой. Но, опять же, это все будет выясняться в суде. Суд уже назначен на апрель. Там будут выяснять, виновен он, невиновен. Будут доказывать или опровергать его вину. Но, во-первых, Адл Цвим уже перестраховались и выкинули его с проекта. Плюс еще студия, которая разрабатывает игры, тоже выкинула его с проекта. Совсем недавно вышла игра High on Life, по-моему, называется, которая прям... Там тоже он озвучивает. Там говорящие оружие, там говорящие персонажи. Короче, опять же, вот безумие от Джастина Ройланда. В общем, сейчас все сериалы, все проекты, над которыми он работал, они его отодвинули. Он там уже больше не работает. Уволен был. И посмотрим, что из этого выйдет. Ну, как бы карьера уже, очевидно, его загубленная. Не знаю, оправдается он как... Будет такая же ситуация, как с Джонни Деппом или нет? Но, тем не менее, такое читать вообще всегда удивительно. Что происходит? То, что вы ждали. Для чего вы включаете вообще эти ролики? Чтоб чай попить? Чтобы покушать? И чтобы на фоне что-то послушать, пока вы что-то делаете? Это слухи о киновселенной Марвел, конечно же. Во-первых, после моего прошлого ролика, где были намеки, помните, мы обсуждали то, что Хью Джекман может надеть костюм Росомахи, появился слух о том, что Хью Джекман не просто наденет какой-то желтый костюм, очень похожий, а прям максимально каноничный комиксный костюм Росомахи. Мы это ждем. Далее может появиться Брюс... В Дэдпуле 3 я имею в виду, конечно, это все к этому привязано, к Дэдпулу. Может появиться Брюс Бэннер и Кейси из Тивей, который засветился в первом сезоне Локи. И вообще, Райан Рейлинг запостил, вроде как запостил, потому что непонятно, как это проверить, но Райан Рейлинг запостил фан-арт, где Тивей, Локи, Дэдпул, Росомаха, все они сидят вместе. И потом удалил. Такое часто происходило раньше, и если он действительно это поистил, то это просто так не происходит, он подогревает интерес и намекает на то, что, возможно, это связано. Тем более он там в Твиттере общался с Мисс Минуткой. Короче, много всего. И Тивей, похоже, действительно появится в Дэдпуле 3, но не будем сейчас набрасывать еще больше слухов и еще больше всяких камео. Даниэль РПК сообщает, что съемки Блэйда были перенесены с января на май этого года. А я напомню, там переписывался сценарий практически с нуля. Опять же, это все по слухам, но это достоверные издания писали, по-моему, KHR, о том, что там большие проблемы с Блэйдом, не могли понять, как вообще этот фильм собрать. Пока перенесены съемки на май, посмотрим, что из этого выйдет. Пока вообще непонятно, в какую дату выйдет Блэйд, когда он выйдет. Официально нет никакой у него даты. Может вообще в 2026 году выйти. Сейчас у Марвел все время эти переносы, мы только недавно об этом говорили, поэтому непонятно, что и когда, но вот на май, а там посмотрим. Но плюс еще другие инсайдеры говорят, что события фильма могут частично или даже полностью происходить в 20-х годах прошлого века. Возможно, это будут отсылки на ранние хорроры, там, Universal, может быть, в этой стилистике что-то будет сделано с начальным происхождением вампиров, как-то он будет бороться. Любопытно на это посмотреть, интересный шаг, но опять же, я в этом не уверен, а как он вообще потом будет перемещаться, как это будет связано. Будем ждать каких-то деталей, уже официальных. Слухи по поводу Секретных войн. Давайте сейчас сразу выдохнем, не надо верить, вот прям и ждать этого фильма. Это прям слухи, и скорее всего они не сбудутся, но звучат приятно. Во-первых, Крис Эванс вернется к роли Стива Роджерса, что, кстати, вполне логично, и я действительно могу в это поверить. Такое возможно камео, чтобы вновь поиграть на ностальгии, на таком персонаже, который был практически с зарождения киновселенной, это было бы круто. И якобы оправдается шутка по поводу Луны из Сокола и Зимнего Солдата. Далее, возможно, появится Бен Аффлек в роли Сорвиголовы, и я в это прям вот с натяжкой верю. Ну, как бы логично это складывается, что они хотят заманить там персонажей из старых фильмов, там Хью Джекман, Тоби Магуайр, вот еще и, ну там, из киновселенной, не из киновселенной, там Николас Кейдж, возможно, в роли Призрачного Гонщика. Но Бен Аффлек вернется ли он к Сорвиголове? Непонятно, вот прям с натяжкой. Так что первее нужно было про династию, наверное, сказать. Во-первых, Кэрол Денверс будет играть якобы важную роль, я могу в это поверить. Далее будет представлено несколько команд, которые будут бороться против Канга. Это Мстители во главе с Сэмом Уилсоном, я в это могу поверить. Иллюминаты во главе с Доктором Стрэнджем, с натяжкой тоже могу в это поверить. И это космическая команда героев во главе с Кэрол Денверс, тоже в это можно... То есть, звучит вполне логично, согласитесь. А сейчас надо посмеяться, для Династии Канга планируют визуал, уровень визуальных эффектов такой же, как для Аватара. Посмеялись? Можно идти дальше. Кевин Файги там затронул любопытную тему об усталости от кинокомиксов, о том, что этот жанр скоро вымрет, и он сказал так, ну то есть, я сейчас, грубо говоря, процитирую его, но своими словами, потом уже обсудим. Он сказал, что по сути, от кинокомиксов невозможно устать и они не могут забыться как жанр, потому что это не жанр, а это лишь тема, и можно экранизировать по-разному, можно сделать из комикса комедию, можно сделать хоррор, можно сделать боевик, там, триллер или еще что-либо, драму, детектив, там, по-разному можно экранизировать даже один и тот же комикс, можно подойти с разных точек зрения, вот именно об этом он говорит, и типа, это никогда не надоест, потому что можно экспериментировать с этим. Отчасти он действительно прав, потому что такого жанра не существует, есть кинокомиксы, ну, они просто экранизация книжек с картинками, но, и вот, например, если брать там Пеплумы и Вестерны, которые действительно через время забылись как жанры и потеряли свою популярность, но они реально жанры. Здесь же другое, но все-таки есть усталость от кинокомиксов, это раз, может быть, у него у самого нет, но тем не менее в массовом каком-то потреблении есть, потому что очень много кинокомиксов сейчас выходит, они могут стать менее популярными, но опять же, из-за того, что это кинокомиксы, можно их по-разному экранизировать и по-разному подходить к их экранизации, они могут поймать какую-то вторую волну, то есть, как было с Джокером, это совершенно такое, ну, это по сути фильм не про Джокера, Джокер просто как такое лицо этого фильма, чтобы привлечь внимание читателей и комиксов, но на самом деле убери ты Джокера, о чем я говорил давно еще в мнении, убери Джокера, убери там это лицо известное, это будет просто фильм про сломанного человека и ничем не хуже других фильмов. Поэтому вот так можно экспериментировать с кинокомиксами, делать какие-то разные жанры поджанры и будет получаться новое и новое и от этого действительно не устать. Ну, вот такая штука. Пишите, что вы думаете в комментариях, но все-таки там сейчас выстреливают неуязвимые пацаны, потому что они высмеивают кинокомиксы, а значит, это все-таки затрагивает аудиторию. Если вы помните, в прошлом новостном выпуске я говорил о том, что в Локе во втором сезоне появится несколько версий Канга, то есть другие версии. И вот одной из версий, как говорит Даниилер Пикей, может стать версия из Канга из прошлого. И это будет якобы человек, который переместился в прошлое специально. В комиксах есть такой персонаж версия Канга, это Виктор Таймли, который переместился в прошлое, потому что он устал там проигрывать, устал от этой всей суеты, он переместился в прошлое, основал свою компанию по робототехнике, начал там зарабатывать деньги, всякие внедрять технологии, потому что он как бы в этом разбирается он-то из будущего и пытаться уже отстраивать там свой Хронополис, вот такие штуки. Было бы любопытно на это посмотреть и вообще увидеть разные версии Канга, действительно разные, не просто смена костюма и немножко смена характера, а прям вообще другой род деятельности, вот совершенно другой, как будто человек перед тобой стоит, было бы классно. Появилась внезапно какая-то информация о втором сезоне Лунного Рыцаря, он конечно же будет, то есть я уверен, что он будет, но когда, неизвестно, официального анонса и официальной даты никакой нет, но сейчас инсайдер намекает на то, что появится Толтек, это агент ацтекских богов, такой каратели от ацтеков, от Мексики, наверное, даже можно сказать. И действительно, я бы на такое посмотрел, если бы египетские боги от Лунного Рыцаря, они противопоставлялись ацтекским богам, того же, ну и во главе с Толтеком, он был главным антагонистом, то есть такое столкновение двух верований, двух религий, двух совершенно разных миров, любопытно было бы глянуть, тем более персонажи, ну то есть, это не было бы как в финале первого сезона Лунного Рыцаря, когда два бога таких сражались, а что-то ниже уровня, тем более мы наконец-то увидим развитие Джейка Локли, который предстал в финале первого сезона. Журналист Джефф Снайдер, не путать с Заком Снайдером, сообщил, что Райан Гослинг ведет переговоры с Марвел о роли фантастической четверки, но тут не все так просто, во-первых, Райан Гослинг уже заявлял, что он не прочь присоединиться к киновселенной, ему это интересно, он вроде призрачного гонщика хотел, насколько я помню, по его словам. И якобы есть еще дополнение к этой новости о том, что он может сыграть роль в каком-то проекте в 2025 году, а там выходит Династия Канга, Фантастическая четверка и другие проекты. То есть, возможно, он сыграет либо в Династии Канга кого-то, либо он сыграет в Фантастической четверке. Ну, в Фантастической четверке, наверное, там кого-то. Джонни Шторм он может сыграть, пожалуй. Рида Ричардса вряд ли он, ну, как будто не тот типаж, мне так кажется. В любом случае, Райана Гослинга было бы круто увидеть, наверное, даже я бы хотел в роли злодея. Но если и роль героя будет, то тоже весело. Далее уже не слух, еще один известный актер, Тоби Магуайр, он вам наверняка известен по неким ролям, сообщил, что не прочь вернуться в какой-то еще, в каком-то еще фильме в роли Человека-паука. Вполне логично, Тоби, потому что ты получил, наверное, неплохие деньги за Нет пути домой, получил новую волну славы, о тебе вновь заговорили. Не то, чтобы у него, наверное, плохие дела, но тем не менее, наверное, приятно вернуться к старой роли, еще и получить за это хорошие деньги, еще и всемирную популярность. То есть, его, меня все любят, как он говорил в третьей части Человека-паука, вот, и он сказал, я не против вернуться, и, конечно же, он вернется в тех же секретных войнах, о которых мы часто говорим. Наступил наградной сезон, это Золотая Малина и Оскар. Во-первых, антипремия Золотая Малина объявила номинантов, и Морбиус занял целых пять строчек. Во-первых, это худший фильм, худший режиссер, худший актер, худшая актриса второго плана и худший сценарий. Ну, мы, конечно, по традиции болеем за лучший кинокомикс и надеемся, что все награды он заберет. Морбиус, желаем тебе удачи. Морбильярд наград, конечно. Также Оскар объявил номинантов, не буду вдаваться в детали и сейчас обсуждать полностью Оскар, возможно, если вы интересуетесь, вы уже где-то прочитали, что и как, или посмотрели. Пройдемся по нашим любимым мультикам. У сиквела Черной Пантеры пять номинаций, среди которых есть номинация за лучшие визуальные эффекты, а среди конкурентов в этой же номинации затесался какой-то там неизвестный аватар Путь Воды, вы что-то слышали? Как от какого-то Джеймса Кэмерона. Не знаю, кто это. Также три номинации отхватил Бэтмен. Вот за Бэтмена в номинации лучший грим я действительно болею, потому что там Колин Фаро вообще не узнаваем, пожалуй. Ну и там действительно над гримом поработали, хотя там есть достойные конкуренты, там та же Черная Пантера. Кстати, Черная Пантера может побороться и в лучшей песне от Рианы, и в лучшем гриме, и в дизайнах по костюмам. Там тоже в целом все хорошо, потому что ну, у Ваканды действительно есть свой стиль, есть ну, какие-то красивые костюмы, особенно та же Рамонда, она офигенно выглядит. Поздравляю вас с Международным Днем Лего. Он сегодня, 28 января, и по этому случаю есть пару новостей. Во-первых, Титти Геймс разрабатывают якобы Лего Бэтмен 4, обязательно ждем. Там первая, вторая часть, ну третья. Да в целом они все неплохие, и наконец-то что-то Титти Геймс сделали, потому что последняя игра, это же была Лего Диси Супервиллиенс, насколько я помню. На канале она, кстати, тоже пройдена. А также они разрабатывают DLC к Скайуокер Сага, которая тоже на канале пройдена, по Мандалорцу. Ждем, ждем официальных анонсов. Трейлеры. В прошлый раз я хотел закончить рубрикой про трейлер, что-то решил не делать, там и даже реакцию на Мандалорца вставил, но неважно, Мандалорца я, кстати, очень жду. По поводу трейлеров. Трейлер Крика 6, который выглядит обалденно, не потому что там есть Дженна Артега, а потому что трейлер выглядит классно, он ничего не спойлерит вроде как, и выглядит внушающе. И режиссер сообщает, что это будет самый жестокий и агрессивный фильм вообще во всей франшизе. Пятый фильм был прикольным таким софт-рибутом, шуткой над ребутами, ну непонятно чем, посмотрите Пятый Крик, если не смотрели. Я перед Пятым Криком посмотрел всю франшизу, потом Пятый Крик, вот теперь жду Шестой, пока, пока все нравится. Ну, конечно, там Первый Крик, он первый, второй, по-моему, и вот Пятый, они пока самые веселые. Анимационное подразделение DC вообще не перестает работать, вышел трейлер анимационного фильма Бэтмен, погибель пришедшая в Готэм, они продолжают делать, я уже давно не смотрел, но я все, все хочу окунуться в эту вселенную, то есть, конечно, какие-то проекты я смотрел, но надо прям наверстать, это все еще в порядке, правильно в хронологическом посмотреть, может быть, какие-нибудь обзоры сделать, разборы, вот, пишите, что вы думаете, если смотрели, как вам вот совсем недавние проекты от анимационной студии DC, наверное, так. Вышел трейлер дополнения и уже само дополнение для игры Midnight Suns, которое включает Дэдпула в игру, то есть, там будут его сюжетные миссии, его можно будет добавить к себе в команду, никак я не поиграю в Midnight Suns, хотя игра мне, ну, визуально понравилась, мне интересно было ее попробовать, но чтобы ее купить, надо так заморочиться, и, короче, не знаю, как с этим быть, если у вас есть какие-то советы, тоже напишите в комментах, мне будет любопытно, правда, если вы играли, потому что в игру я хочу поиграть, я прям, такой, надо поиграть, такой, порылся, порылся, такой, ааа, ладно, не буду, короче, запаристо слегка, но трейлер Дэдпула выглядит весело, ломание четвертой стены, стеб над персонажами, стеб над самим собой, короче, все, все в духе Дэдпула. И вышел, наконец-то, трейлер второго сезона Неуязвимого, Непобедимого от Роберта Киркмана, первый сезон был шикарен, я, по-моему, не выкладывал нигде реакцию, но мы смотрели на Твиче, не помню, полностью мы глянули или нет, по-моему, да, короче, Неуязвимый офигенный, плюс еще Роберт Киркман заявил, что успех первого сезона мультсериала, он дал толчок такой к разработке полноценного кинокомикса, он сейчас в разработке находится, активной фазе, и он все-таки выйдет, но как бы успех мультсериала, он повлиял на это, и это здорово, посмотрим, что из этого выйдет, тем более, опять же, это Степ над кинокомиксами, по сути, но это тоже кинокомикс, ждем, Роберт Киркман может. Вот, в общем-то, и все, на этом ролик заканчивается, спасибо, что глянули, подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны, поставьте лайк или дизлайк, если он вам не понравился, я имею в виду ролик, ну и канал тоже, В комментариях можете подискутировать, самое место для этого, увидимся в новом ролике, всем пока!